Привет-привет-привет, песеры, с вами Морж. Как я и обещал, второе видео на сегодня. Продолжаю я свои похождения в турнире Е-Собака, групповой этап и представляю вашему вниманию пятый и шестой мои матчи в групповом этапе, где я, собственно, встречаюсь с мадридским реалом. Вот такой состав у моего противника, в инстаграме он подписан как ZZZ, ну типа такой Speed, наверное, вот в комиксах это так писали, но он предпочел, чтобы я в видео называл его навесером. Не знаю почему, не знаю зачем, навесов в игре будет не особо много. Тем не менее, мне не трудно, навесер так навесер. По мадридскому реалу хороший собранный состав, есть Бензема, который давно, конечно, же не в мадридском реале, но правила турнира, если эмблема есть, то ты можешь его использовать. При этом обычные игроки, как вы видите, эпиков не завезли. Как, кстати, я играю вполне себе обычным составом, мне кажется, так интересней, чем идти фулл составом эпических игроков. Напоминаю, что я играю за Баварию, вот вы ее, я думаю, уже все знаете, особо никаких перестановок я не делаю. Почему? Да потому что результаты пока вполне себе хороши. У меня 4 матча, у меня 3 победы, у меня 1 ничья. Так что уверенно движусь, собственно, к выходу из группы. Но посмотрим, что навесер мне противопоставит в этих матчах. Напоминаю, что если ты хочешь участвовать, то ссылки в описании в закрепленном комментарии. Как и турнирные группы, так и полезные, как обычно, включая мою личку в телеграме, если тебе нужно задонатить на мобилочку с российских карт. Ладно, что долго распинаться. Спасибо за поддержку под предыдущими роликами. Переходим к матчу. Давайте смотреть, чего мы друг другу напоказывали. Ну и, собственно, первый матч. Номинально хозяином является навесер. Не знаю, почему он не поставил эмблему мадридского Реала. По составу увидели, что это именно мадридский Реал, но почему-то играет он под эмблемой Чили. В 23 минуте до этого у нас какие-то хаотичные атаки друг на друга шли, без особо безопасных моментов. Но на 23 Винни хорошо и финтанул, и пробил, но мой вратарь пока что на месте. На 29 минуте я получаю шанс на контратаку, передача Мусяли, Румениги, двойное касание, ошеломительно. В общем, все как под копирочку, все как по документам, все как по учебнику. Румениги разыгрывает. Прекрасная карточка. Блин, как же я его жду нового эпика от Баварии. А если он еще и биктаймом будет, а если еще с какими-то дикими бонусами, то там вообще будет что-то неимоверное. Беллингем достаточно быстро сравнивает счет, по сути, с кикоффа. Сразу же после моего забитого гола тут не ошеломительный был удар, но тем не менее мяч в ворота залетает. Дальше на 44 минуте уже ошеломительно простреливают, но не попадают даже в створ моих ворот. Снова по самим матчам достаточно вязко происходил, по крайней мере, первый тайм. Вот так вот по моей памяти. Достаточно много брака в центре поля. И ни у меня, по сути, ни у Навесера особо ничего прям острого не получалось. Голами обменялись, но не более того. 47 минута. Пытался я тут снова развернуться. Тут уже у Руми Ниги разворот не получился. И первый тайм, так мы и заканчиваем. Статистика на ваших экранах. 4-2 по ударам у Навесера. 1-1 по ударам у меня. Вот так вот получается. Но ничего, впереди второй тайм, а потом еще и второй матч. Поэтому есть еще время накидать голов. 50-я минута. Левый фланг. Лерой Сане. Мусяла выпрыгивает. И да, Мусяла тоже плохо играет головой. Но Мусяла, атакующий полузащитник, это просто прекрасная его карточка, которая, даже если где-то не хватает скилла, главное, у него есть открывание. Открывание карточки со стилем атакующий полузащитник. Что мне, конечно, дико нравится. Руми Ниги пробивает на 54-й минуте. Не попадает в левый угол ворот. Ну и, в принципе, удар был достаточно легенький. Куртуа мог и среагировать, если б летел. Великолепная передача от Бензема на 59-й минуте. Просто разыграл, как будто Иньеста отдавал передачу. Хорошо подключал партнера по команде по правому флангу, но не получилось. Снова Мусяла на 70-й минуте проверяет Куртуа с дальней дистанции ошеломительным ударом. Куртуа отличный вратарь, много я его хвалю. 84-я минута отличный вариант контратаки. Горецко, Гнабри попадает, собственно, в защитника. И здесь Мане уже запутался в своих ногах, наверное. Переборщил я с финтом, не стоило его делать. Нужно было как-то по-другому немножечко разыгрывать. Горецко, перехват мяча, 91-я минута. Гнабри подключает Мусялу, до Мусялы мяч доходит. И на этом звучит финальный свисток, не дали мне доиграть атаку. Итого, первый матч мы заканчиваем 1-2. Статистика на ваших экранах. 5-3 по ударам у Навесера, 5-4 по ударам у меня. И мы переходим ко второму матчу, где, конечно же, будет решаться. Достаточно потная первая катка, честно вам скажу, получилась. Вот действительно, крайне душно, крайне душно в центре поля. Вторая минута. Руменики разворачивается, Руменики пробивает. Руменики, к сожалению, не попадает в правый угол ворот. Можно было начинать матч с быстрого гола, ну и, конечно, бы это добавило мне уверенности. Пятая минута. Диас подключает Бензему. Теперь уже Бензема разворачивается, и Бензема в ворота попадает. Ошеломительно в левый угол, 1-0, я начинаю гореть. Снова отыгрываться, ну, что поделать, что поделать, такая у меня судьба. На 18-й минуте ошибка, Руменики пробивает, но, к сожалению, попадает в защитника. Противника был тоже хороший момент, опять же, после ошибок в нашей игре крайне много голов залетает. 19-я минута, я получаю право на угловой, Упамикана выпрыгивает, но, к сожалению, мяч идет выше ворот. А Упамикана тоже головой в моих матчах забивал. Я думаю, те, кто смотрел, знают. И Делихт забивал, и Упамикана забивал. В общем, он достаточно опасен на угловых. Карвахаль. Подача, отличный удар от Бенземы, но здесь, когда мой вратарь на месте, повезло. Красивенько, в прыжке, ногой пытался переправить мяч в ворота. Немножечко не хватило удачи. 44-я минута, Коман находит Руменики. Руменики разворачивается, Руменики пробивает. Руменики, к сожалению, снова не попадает в ворота. Вот так вот я его хвалю, хвалю, хвалю. А тут сколько уже моментов, когда из очень даже хороших положений Руменики в ворота не попадает. Но насколько легко он разворачивается, насколько классно он контролирует мяч. Я вот все ему готов прощать, просто за ту легкость на поле, которую ты ощущаешь, когда играешь за эту карточку. Может быть, когда-нибудь Канами расщедрится и выдаст его вот такую вот легендарную карточку, хотя бы заебалую в нашем магазине. Я думаю, многие бы не отказались его взять, минимум попробовать, раз я его так расхваливаю. Ну, а максимум он может стать у вас основным форвардом, несмотря ни на какие заоблачные рейтинги. Ну и, конечно же, ждем нового эпика Руменики. Итак, заканчиваем мой первый тайм, 4-1 по ударам у меня, 3-1 по ударам мадридского реала, но один мяч я пропустил еще, как говорится, на табло. 46-ая минута, Винни тут на личной дрибле пытался хорошенечко прорваться, пробивал в дальний угол, но моя защита пока что мяч блокирует. Карвахалим, подача на 46-ой минуте, Горецко далеко выносит мяч, и вот здесь вот я совершаю ошибку. Сначала идет ошибка Алабы, и вот здесь вот, как я уже потом 10 раз это пересматривал, как же, зачем, зачем я отдавал передачу на Руменики, он очевидно был в офсайде, нахрена. Я 2-1 мог выходить на ворота, но, к сожалению, тогда почему-то я посчитал, что так будет лучше. Тем не менее, Руменики без забитых голов не уходит с нашего поля. 56-ая минута, и развернулся, и спокойненько пробил, в этот раз неошеломительно, Куртуа здесь мячик не достал. Причем, вроде как, защитник уже забирал у него мяч, по сути, вот, но пробить получилось, и 1-1, снова у нас паритет, есть шанс выигрывать этот матч. Передача на Муссиалу, 60-ая минута, разворачиваемся аккуратненько, не сильно, в дальний угол, вот так вот все у нас меняется в игре достаточно быстро. 2-1, 79-ая минута, передача на Мане, Мане сразу же пытается найти на Гнабри, и находит Гнабри. Вот так вот, свеженький Гнабри, я не совсем понял, как здесь сыграл защитник, если честно. Опять же, мне казалось, что мяч должен будет у него оставаться, вот вроде, но вот здесь какое-то полунепонятное движение, Гнабри оказался первым на мяче, естественно, такой момент нужно было реализовать, и того, 3-1. 5 минут добавил арбитр, достаточно много времени, снова отличнейший шанс для Мане, но, к сожалению, Куртуа на месте, а я уже видел четвертый гол в сетке. Да, Мане у меня выходит не со старта, он выходит как раз после замены, потому что он быстрый, а когда уже игроки подуставшие, быстрых игроков использовать крайне хорошо. Тем не менее, счет я сохранить не смог, и последняя атака уже в добавленное время, Вальвердо врывается по левому флангу, отдает на Винни, мяч сохраняется. Пока что у Реала Родриго будет отдавать передачу на Вальвердо, и Вальвердо забивает мне гол. Хорошо, что в запасе у меня был, так сказать, еще один, поэтому по сумме двух матчей заканчиваем мы 2-1 первый матч, 3-2 второй матч, за 6 сыгранных матчей у меня 5 побед, 1 ничья, и последние два матча я, ребят, опубликую завтра. Но, в принципе, из группы я уже как бы вышел, поэтому можете меня с этим всем делом поздравить. Спасибо на весеру за матчи, мне показались они достаточно потными, не сказал бы, что прям сильно яркими, но понятно, что не может каждый матч в нашем футболе быть прям вау, который ты будешь с упоением смотреть. Некоторые матчи проходят вполне стандартно, но при этом с очень серьезным, так сказать, психологическим давлением, потому что ты понимаешь, что ты хочешь выигрывать, а что-то не получается, где-то что-то срезается. Но я думаю, все, кто играет в онлайне, подобные чувства испытывали. Спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. Полезные ссылки, ребят, в описании и закрепи. Последние два матча завтра, ну и в понедельник, в понедельник ждем, там у нас серия А и эпики. Я думаю, будет интересно. На этом прощаюсь, как всегда, морж, как всегда, пока, пока.